Дебил. Слышно, да. 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 Слышно. Слышно. Нет, не так. Слышно, да. 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 Коррупционное окружение. Привет. Отдых на Мальдивах. Привет вам, патриотам. Грабеж армии. Привет, да. Для кого-то это был украденный вместе с Каноненком полтора гектара в центре Киева на которых они один построил маяток, другой только собирался. И отсутствие реальных реформ, хамство Петра Алексеевича в отношении журналистов. Оттуда приходили приветы, то есть там это государство, оно, видите ли, ширмачное. оно все-таки очень симулякровое. Оно вроде есть, но оно, знаете, как имитация. Ты приходишь и вдруг там, опа, а это голограмма. А за голограммой ты видишь другую жизнь, да, абсолютно. Это про публичную площадку. А другая, да. А за вот это вот теневое государство, оно же реальное. Оно куда более реальное, чем симулякровое. Оно распоряжается ресурсами этой страны. Там идут реальные разборки. И там Медведчук живет в этом теневом государстве, который договорился с Петром Алексеевичем. И там идет возврат к России. И там Липецкая фабрика два года работает на территории врага. И это просто трудно скрыть в современном мире. Я вот сегодня просто продавлялся. Смотрите, вот это и причина разрыва. Вот это 70%, которые говорят, мне ваше симулякровое государство с патриотическими лозунгами, с армией, с Верой и с Томасом не волнует. Мы видим реальность. А в этой реальности, извините, вы коррупционер. И вы человек, который тотально врет и нарушает обещания. А про политехнологическую ошибку. Стратегически была сделана ставка на страх. Это работает. Сразу говорю, нельзя сказать, что это ошибка. Это работает. Но вы должны понимать, что это работает примерно как у хорошего врача, когда вы приходите и говорите, сильная инфекция. Что вам говорит хороший врач? Вколю сильный антибиотик. Он инфекцию убьет. Но ты должен помнить о последствиях. Потом будешь выгребаться из этого действия сильного антибиотика с убитой микрофлорой, с токсикозами. Там еще несколько месяцев. Смотрите, этот сильный антибиотик страх собрал и консолидировал 30%. Я сейчас вижу, как люди, которые не собирались голосовать за Порошенко, реально пойдут за него голосовать. Они говорят, боимся потерять наше государство. Боимся отката назад. Боимся приезда Януковича. Боимся дружбы с Путиным. Это работает. Но смотрите. Но это и сильный токсикоз. А почему? Потому что ситуация на страхе, это образовалось 30% населения, которое тыкает пальцем во вторых 70. Все говорят, а вы гопники, вы не до люди, вы до не украинцев, вы не на том языке разговариваете. И что рождает эта компания на страхе? Ненависть. Ненависть. Ребята, мы пройдем и против вас проголосуем. Раз мы не такие, раз вы считаете... То есть возникает реальная электоральная дискриминация. А тут знаете, что... И это ошибка. Это ошибка, которая приводит к такому разрыву. А знаете, что на секрете? Я попытался все рассказать вам, что про это стало. Знаете, что на секрете? Что до 70% ты сегодня кидал мне посылание, что хочет от президента украинцы. Так, від нового президента. 44%. Нет, 40%. 40% хочет того, чтобы президент снизил коммунальные послуги. Сразу же. Это из реальной жизни. Потому что в реальной жизни президент распоряжается... У него не то, что в Конституции написано. В реальной жизни он распоряжается стратегическими деньгами государства. А они где находятся? В энергетике. А что рождает энергетика? Невероятные тарифы. Потому что надо реализовывать Роттердам плюс. И не только Роттердам плюс. Это вот как там... Помню, он говорил, что это всего 16%. А все остальное тоже в подобных схемах. Извините меня. Зараз До Цюка цитует. Сюда стратегичных грошей. Ну, просто я интервью прочитывал буквально. Значит, вот поверьте, я даже до Цюка не узнал внешне. Я знаю, что есть такое, но я его пока еще не так знаком, чтобы даже его внешне различать. Знаю, что он в команде, что он бывший министр. Финансов? Да, правильно? Или чего? Нет, до Данилов. Не, не, не. До Нюк. До Нюк. До Нюк. А, до Цюка. До Цюка. Я не так фамилию услышал. Ну, конечно. С Сергеем мы тут сходимся, потому что мы общаемся. И мировоззрение у нас похожие картинки, скажем, близкие. Кстати, я вам хочу сказать вот про этот странный эффект. Когда ты получаешь эффект, но должен помнить про противопоказания. У меня сколько существует, вот я вам сказал, что в этот раз грязь лили на политехнологов. Значит, я был не только главным политехнологом Юлией Владимировной, я еще был главным организатором сеток, оказывается, от Юлии Владимировной. И я человек, который и делали, и писали это люди, которые как раз всегда всю жизнь сетки образовывали для разных кандидатов. И я, когда обычно у меня возникал спор с каким-нибудь клиентом, сетку ли нам строить подкупа. Причем вы же понимаете, что она разная бывает. Подкуп может быть не только чисто денежный, а вот теория мелких дел. Заасфальтировать, поставить двери, принести медикаменты, организовать тимуровские команды помощи. Это все подкуп. Потому что чистая политика, это вас убеждают и доносят информацию в области вашей политической позиции. Но если у населения просто это и нет позиции, и у них главная позиция связана с тарифами, коммуналкой и комфортом и уровнем жизни, то понятно, что включаются всякие системы подкупа. Но я всегда спорил. И вот что я говорил, что когда вы включаете систему подкупа, вы можете реально победить. Но вы должны помнить, что ваша репутация будет испорчена на многие годы. Типичный пример Черновецкого, которому мы тут упоминали до эфира. Вот смотрите, Черновецкий два раза побеждал на выборах. За него голосовало сколько? Удивительно, кстати, цифры сходятся. Сколько за него голосовало? Ну там 60 с чем-то. Нет, в районе 30% всегда обеспечивали ему победу в Киеве. Бабушки, естественно. Бабушки, потому что столько процентов. Но 70% что сегодня и до сих пор думают про Черновецкого? Крайне негативно. Вот мы получили такой же результат на выборах Порошенко. Порошенко. Ты можешь собрать под собой благодаря страху 30%, но 70% ты потеряешь навсегда. Я хочу вопрос очень короткий, на самом деле, про еще одного победителя на этих выборах. На мой взгляд, победителя. Господин Смешко. Так. А видите, как у нас сразу мысли сошлись? Вот объясните этот феномен. С точки зрения политтехнологии. Смешко и для меня является загадкой. И знаю, что штаб на меня даже немножко обиделся, когда я написал, сейчас вам про аналитику. Что я знаю про господина Смешко? Я знаю не очень понятную биографию времен Кучма Януковича, если не ошибаюсь. Нет, Кучма Януковича не помню. Ибо первый раз я услышал эту фамилию, увидел этого человека, когда разбирались, кто отворил Ющенко. Да. Второе. Я понимаю, что у человека, как минимум, армейское, советское прошлое. Вот армейское, советское прошлое. Второе. Разные пазлы стали успехом его компании. Какие пазлы я успел заметить? Во-первых, первое, что я заметил, что бывшие порохоботы, причем вы должны принять настоящие боты, не те, кто любят Порошенко и существуют в реальности, а вот аккаунты, через которые регулярно вбрасывалась информация из штаба Порошенко, вдруг стали однодневно, для меня, я их не уничтожаю, я же следую ситуацию, вбрасывали информацию про Смешко. Но тут, извините, либо проект поддержался штабом Порошенко, либо просто что-то в фабрику перекупили. Для того, чтобы размыть Гриценко? А? Для того, чтобы размыть Гриценко. Да, это была моя гипотеза. Либо просто купили за деньги просто эту категорию, ну это же покупная вещь, да? Второе. Мне рассказали, кто работает в штабе. Человек, который приходил в штаб к нему, сказал, слушай, это просто вот СБУ времен... Леонида Даниловича. Даниловича, а это СБУ, это прямое КГБ. Такие дядьки, офицеры, как положено. Второе. Люди, которые занимались у меня полевой работой и регулярно ездили, организовывали что-то, условно говоря, для разных политиков в регионах, там, да, они говорят, слушай, вот куда не приедем. В любой аудитории встает человек, причем примерно одинаково, это такие средне-старшего возраста, интеллигентные люди вставали и говорили, а вы нам про Смешко что можете сказать? Где бы мы ни были, ощущение сразу такой мощной сетки. Ведь когда ты строишь себе одну компанию, тебе надо... А тут сетка одномоментно возникла. Готовая. И я сделал предположение, если в штабе сетка ГИБИСТы, то сетку какую они могут задействовать, как своих агитаторов, лидеров мнений, бывшего сетку, у нас ее не иллюстрировали. Ну и, конечно, мощным элементом явился главный интернет-провайдер, как бы, даже не интернет-провайдер, а информационный провайдер. Это Гордон. Гордон, который в последнее время поднимается сильно вот в рейтингах смотрения, превращается в такого топ-блогера. В общем-то, его и привел. Привел и продал. Я описал все эти факторы, но главный фактор я написал другой, не заметили, что он политехнологический. Это очень точное попадение в определенное ожидание, куда, к сожалению, не попал тот же Гриценко. Честный офицер-разведчик, который спасет страну. Да, мне написали, что Мишко больше соответствует образу Гриценко, чем сам Гриценко. Да. И учитывая, что он был новый, заметный, и у него, в отличие от Гриценко, были такие факторы, провайдинга как минимум, да, я сказал, вот и попали. Видите ли, это публика, тоскующая по советскому. По сильной руке. Я бы даже сказал, не столько по сильной руке. Это не очень верное определение. Люди, для которых Штирлиц видеть в образе Тихонова является героем. Это еще те люди, которые еще видели судьбу разведчика или подвиг разведчика. А нет, подвиг разведчика. Это такие благородные офицеры. Конечно, у Смешков с внешностью в этой части не очень. Вот я только хотел сказать, Сережа, давай мы из тебя сделаем разведчика, ты на Штирлица больше похож. По возрасту не подходят. И вот надо иметь как минимум как и биско-армейское прошлое. Есть колишняя голова СБУ у нас, на Ливайченко. Да. На Ливайченко бы мог реально в эту нишу попасть, только если вел компанию. По-моему, компанию... Не вел, да? Ну, не вел практически. Я просто, знаете, резюмую, дуже с вами цікаво, приходите до нас частейше, будь ласка. До речи, в ничь выборів. Простите в аудитории. Я вчера просто первый раз знал, что есть ваш канал. Ну, прекрасно. Было трудно, потому что когда вам говорят восьмой канал, а ты первый раз слышишь, что название, ты такой думаешь, что это? Может меня просто заманивают куда-то? Когда... Да, ситки будувати для Юлии Володимировны. Будем могли вам тепер телефоновать, вы будете розуміти, что восьмой канал, это мы. Дуже вам дякую. Я просто хотів резюмувати, что Штєрліца – это просто те люди, которые еще не смотрели «Слугу народу», а еще памятают те сериалы. Дуже вам дякую. Я вам честно скажу, что я даже не смотрелся «Слугу народу» в жодної серии, я видел только фрагменты. Причем, это не так просто, знаете, я не смотрелся, я просто не находил времени, чтобы сести и поделиться. Раньше я не смотрелся, потому что не понимал, что это будет как «Генерейшн Пи». Знаете, я очень люблю Пелевина, но единственный его твир «Генерейшн Пи» не очень. Чому? Я же рекламист, я очень сильно чувствую, как танкисту показать танк посередине – это декорация. Это не так происходит. И тут я тоже думал, что я реально знаю, как выглядит. Он же там показывает реальную державу, а вона там фейковая. И мне это просто не цікавило. Потом, понимаешь, что нужно смотреться как политехнологичный продукт. Но я не находил просто на это час. Ну что, подякую вам. Подякуємо. Подякуємо. Сергей Гайдаев, политехнолог, политехнолог. Специалист в области политечного маркетинга. Специалист в области политечного маркетинга. Бачите, треба буде уточнювати наступного раза. Это тяжело пояснювати. Политехнолог звичнейший. Ну так. И Дмитро Комаров тут не треба пояснювати. Ведущий Радіо Сакраменто, на який он сейчас просто отправляется. Я с вами побачусь после небольшой паузы. И мы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин